Официальной церемонии такого формата не видел, пожалуй, ни один город на планете. Для встречи на границе власти двух стран выбрали баржу. По избежанию форс-мажоров количество гостей ограничили. Три, сан, два, один, пуск! Кнопка пуск дала старт фейерверку над Амуром и заливки бетонных кубов на соседних берегах. Ритуал этот чисто символический, но российская сторона его отрепетировала. Слишком важен объект. Проект сложный. Почему? Потому что такого проекта в мире нет. Чтобы именно пересечение границы было по канатной дороге. У нас даже более того в Российской Федерации по нашим регламентам даже такого вида транспорта нет. Поэтому, конечно, мы внимательно следим и будем оказывать поддержку этому проекту. Пока же инвестор планирует справиться своими силами. Объем вложений в строительство не меньше 3,5 миллиардов рублей. Львиная доля пойдет на возведение четырехэтажной терминальной станции. В ней пройти досмотр, перекусить и прикупить беспошлиного товара получится. Проектировщика для визитной карточки двух государств выбирали тщательно. Взяться за объект желали архитекторы со всей планеты. Повезло нидерландской компании. В этой стране канатку используют наравне с автобусами. А значит и в вопросах безопасности они разбираются лучше всех. Проект технологически сложный, он особо опасный. Без взаимодействия с главной государственной экспертизой, которая будет осмотреть проектную документацию, без Ростехнадзора, который будет принимать этот объект, это все не состоится. Канатная дорога – своего рода фуникулер. Кабинки вместят 60 человек. Курсировать над Амуром будут каждые 15 минут. Это в четыре раза чаще, чем ходят теплоходы и пумы. Так что ежесуточный пассажиропоток достигнет 7 тысяч человек. Я думаю, что к моменту завершения строительства канатной дороги город Благовещенск будет полностью готов к приему гостей. И мы рады будем их встречать на нашем берегу. Основные строительные работы на берегу начнутся в следующем году. Во второй половине 2021-го дорогу введут в эксплуатацию. Кристина Каширина, Андрей Белый, программа «Город». Кристина Каширина, Андрей Белый, программа «Город». Кристина Каширина, Андрей Белый, программа «Город».